Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Знатоки говорят, что нельзя покупать всё французское. Так ли это? Давайте разбираться с этим утверждением на примере Peugeot 308 первого поколения. Что бы кто там ни говорил, эти машины распространены и пользуются спросом. Вообще, создавая Peugeot 308, инженеры не заморачивались. Они взяли платформу Peugeot 307 и увеличили общую длину кузова на 7 мм и сохранили появившийся в начале 2000-х облик льва. Peugeot 308 выглядит как круассан – аппетитно и не лишён вкуса. Но начинка простовата и однообразна. Двигатели можно посчитать на пальцах одной руки. А если вам нужна версия с двумя педалями, то вас ждёт недоразумение в виде четырёхступенчатого автомобиля. И это в автомобиле, который начал выпускаться в 2007 году. Забегая вперёд, отметим, что Peugeot 308 – это фастфуд из Европы. То есть, качественный и недорогой автомобиль, который лишён всяческих изысков и технических извращений, хотя смотря с какой стороны посмотреть. Peugeot 308 чаще всего встречается в кузове хэтчбэк, но есть ещё универсал и купе кабриолет. По поводу кузова вообще волноваться не стоит. Да, сколы и краски будут, но обнажённая сталь не ржавеет, а передние крылья и вовсе пластиковые. Бампера довольно прочные и установлены крепко, так как на родине этих машин во Франции это действительно важно. В больших городах паркуются буквально на слух, поэтому к бамперам предъявляются повышенные требования. Они, конечно, царапаются, но не более того, не трескаются и не отваливаются. Огромные плафоны передних фар, естественно, мутнеют и покрываются сколами. Но эта проблема чаще всего решается полировкой фар и бронировкой. Иногда в нише запасного колеса Peugeot 308 может появиться вода. Она сюда попадает через усевшиеся уплотнители фар, также через неплотные решётки вентиляции, которые находятся по бокам бампера, а также через прохудевшийся герметик между кузовными панелями. На Peugeot 308 первых годов выпуска была проблема с растрескиванием заднего стекла. Стекло лопалось и покрывалось трещинами. Причём это происходило из-за перенапряжения в заднем стекле, и никакими внешними факторами это не было вызвано. В гарантийный период заднее стекло переклеивали. Однако до сих пор на дорестайлинговых Peugeot 308 стекло лопается и осыпается. Такое ощущение, что у него просто бросили камнем. Это происходит на движущемся автомобиле и на стоячем автомобиле. В этом случае надо менять стекло, покупать новое или БУ и вклеивать. Если Peugeot 308 оснащён подогревом сидений, то стоит ждать отказа подогрева водительского сидения. Штатная проводка и элементы нагрева слабоваты. Они обрываются либо перегорают. Неисправный подогрев легко диагностируется. На пинах к нитям подогрева будет повышенное сопротивление примерно 17-18 Ом. Теоретически можно установить исправные нити подогрева, либо же установить неоригинальный мат подогрева. Почти все Peugeot 308, которые катаются по нашим дорогам, оснащены бензиновым двигателем объёмом… А куда это вставлять? Объёмом 1.6. Чаще всего встречается версия мощностью 120 лошадиных сил. Есть такие же моторы с турбонаддувом и непосредственным впрыском, которые выдают 150 лошадиных сил, реже 140 лошадиных сил. И есть специальная версия GTI, которая выдаёт 200 лошадиных сил. Сюда же запишем редкий 1,4-литровый атмосферник. Это всё знаменитые двигатели BMW. Французского в них мало, зато Veltronic есть у всех. Кстати, у нас на канале есть обзоры ранней и поздней версии этого мотора. Он знаменит тем, что ломался в гарантийный период, либо же сразу после его окончания и серьёзно подпортил репутацию Peugeot 308. Вообще почти все проблемы этих французских авто скрыты под капотом. От многих неприятностей удалось избавиться, сократив дилерский интервал замены масла с 20000 км до 10000 км, а в некоторых случаях до 7500 км. Когда владельцы стали менять масло чаще, то двигатель EP6 превратился из ужасного в более надёжный. Хотя всё равно стоит прислушиваться к шересту цепи ГРМ, которая ходит примерно 120-150 тысяч километров. А ещё у этого двигателя не особо надёжный датчик температуры антифриза. Если бортовой компьютер сообщил о перегреве, либо же стрелка индикатора, которая на приборном панели указывает температуру, не поднимается до 90 градусов, то, скорее всего, проблема в этом датчике, который расположен в пластиковом корпусе возле термостата. Также этот двигатель может огорчить течью антифриза из-под помпы. Вообще предусмотрено два невзаимозаменяемых датчика температуры антифриза. Один длинный, второй более короткий. Поэтому перед заменой надо убедиться, какой стоит на вашем моторе. При замене может развалиться фишка электроразъёма. Её можно поменять отдельно, либо же с фрагментом проводов. Вентилятор охлаждения двигателя на Peugeot 308 с бензиновыми моторами частенько перестаёт работать на первой скорости. Об этом говорит плавающая температура двигателя. То есть, стрелка температуры будет плавать в районе значения 90 градусов. А зимой двигатель и вовсе может не прогреться до рабочей температуры из-за того, что система будет оберегать его от перегрева. Летом на эту проблему будет намекать недующий холодным воздухом кондиционер. Также ЭБУ зафиксирует ошибку как раз по первой скорости вентилятора. А если двигатель оснащён пассивным термостатом, то бортовой компьютер сообщит о неисправности вентилятора. Для решения проблемы нужно снять бампер и поменять реле первой скорости вентилятора. Оригинальная деталь стоит более 100 долларов заменителей предостаточно. А чтобы реле служило дольше, то надо раз в несколько лет очищать поверхность радиатора. Зимой во время мойки автомобиля не стоит направлять струю воды в пасть Peugeot 308, так как она замёрзнет на вентиляторе. А при старте заклинившего вентилятора в первую очередь сгорает реле первой скорости вентилятора, а не предохранитель этой электрической цепи. Если вы ищете Peugeot 308 с дизельным двигателем, то вас ждёт вариант мотора 1.6 HDI. Причём, ранние версии с 16-клапанной ГБЦ, а поздние версии с 8-клапанной ГБЦ – это очень надёжные, хорошие ресурсные моторы. Кстати, у нас на канале есть их обзоры, так что обязательно посмотрите, кому интересно. Другое дело, что с этими моторами делали предыдущие владельцы несколько сотен тысяч километров. Ещё реже встречается двигатель 2.0 HDI. Это старый, добрый, надёжный мотор из 2000-х. Кстати, у нас на канале есть его подробный обзор. Кому интересно, ссылочка будет в описании. Ну, и те, кто ещё не подписался на наш канал, прямо сейчас сделайте это. У нас просто офигенный контент. Если вы хотите увидеть качественный юмор, обязательно подписывайтесь на наш ТикТок. И в Ютубе мы называемся «АвтоСтронг Ха-ха-ха». Также там будет обалденный технический контент, краткий обзор двигателей и краткий обзор автомобилей. Подпишитесь, все ссылочки в описании. Про механическую трансмиссию особо рассказывать нечего. А про автоматы есть что. В первые годы выпуска Peugeot 308 оснащались четырёхступенчатым автоматом, опционально, естественно. Все двигатели атмосферные 1.6, а также их турбированные версии, только дефорсированные до 140 лошадиных сил, которые устанавливались на Peugeot 308 в первые годы выпуска. Это тот самый AL4, рождённый в 90-х. Французы неоднократно его модернизировали. И Peugeot 308 рестайлинговому, то есть, после 2011 года досталась его последняя версия. Многие поклонники марки верят, что в Peugeot 308 рестайлинговом стоит КПП от ZF. Но это не совсем так. Вернее, это совсем не так, потому что от ZF там только гидротрансформатор и соленоиды в блоке. Трансмиссии AL4 и AT8 – это нерасторопные агрегаты. Да, они дешёвые в ремонте, но вкладываться в их переборку придётся каждые 100 000 км. У нас, кстати, на канале есть подробный обзор этого архаичного агрегата. Большинство турбированных Peugeot 308 оснащены совершенно другой трансмиссией – японской Asin TF70SC. Это модификация Asin TF80SC. Кстати, у нас на канале есть подробный обзор этой трансмиссии. На Peugeot 308 она обозначалась AT6. Отличная, быстрая, надёжная трансмиссия, которая прекрасно себя зарекомендовала. Кстати, 6-ступенчатый автомат можно установить взамен старого 4-ступенчатого на атмосферные бензиновые версии объёмом 1.6. Для этого надо поколдовать с проводкой в подкапотном пространстве, затем установить опору трансмиссии именно для айсиновского агрегата, купить полуоси, а также заменить внутренние гранаты старых приводов. В общем-то, затраты приемлемые, а эффект будет отличным. В паре с турбодизелем 1.6HD встречается роботизированная трансмиссия EGS6. Задумчивая и нерасторопная, но зато недорогая в ремонте. Но, к сожалению, мало специалистов, которые ремонтируют эту трансмиссию. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор этого агрегата. Ссылочка будет в описании. Ну и чтобы подробнее рассказать об автомобиле вот этом, сейчас мы поедем на СТО. Помните, что в «АвтоСтронг» есть обалденное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим очень качественные мотоциклы из Европы и продаем их по честным ценам. Нужен байк – звони в «АвтоСтронг». ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и начинаем. Подвеска у Peugeot 308 предельно простая. Спереди Макферсон, сзади обычная балка. Но сейчас мы поговорим о рулевой рейке. Она здесь гидравлическая и надёжная. Бывает, что при езде по ямам появляются стуки и удары, отдающие в руль. А ещё появляется вибрация на высокой скорости. Это говорит об износе рулевой рейки, а именно её внутренних втулок. А втулки просто так не изнашиваются. Они изнашиваются из-за попадания влаги под пыльники. Поэтому, если вы не хотите возить рулевую рейку на ремонт, то следите за состоянием пыльников. А если в рейке износился шток, то тогда придётся менять рулевую рейку целиком. Милости просим в компанию «АвтоСтронг». Поговорим о передних рычагах, которые выглядят как бумеранги. Все их компоненты, а именно два сайлентблока и шаровая опора, продаются отдельно. Даже по оригиналу сайлентблоки стоят по $10, а шаровая опора всего $40. Передние амортизаторы и их опорные подшипники служат примерно 100 000 км. А опоры амортизационных стоек могут застучать и заскрипеть уже к пробегу в 100 000 км. Оригинальные стоят всего $30. Оригинальные стойки переднего стабилизатора обойдутся в $30 за штуку. Втулки по $8. Лучше потратиться на оригинал, потому что он прослужит примерно 50 000 км. В задней подвеске приходится менять цилиндблоки. Они служат порядка 100 000 км. У универсала и хэтчбека они разные. У универсала стоимость $30 за сайлентблок, у хэтчбека по $13 за сайлентблок. Интересная особенность задних тормозных дисков в том, что в них запрессованы ступичные подшипники. Поэтому оригинальный тормозной диск обойдется в $150. Заменители вдвое дешевле. Ну что, как вы видите, проблем у Peugeot 308 совсем немного. Ну а те, что есть, связаны с очень распространённым двигателем. Не терпит он экономии на моторном масле. Где-то недосмотрели и легендарный EP6 попросился на капремонт. А проблемы с механикой мотора – это всегда дорого. Ну а если вам досталась ухоженная машина, то поддерживайте её в том состоянии и этот львёнок не подведёт. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие качественные классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда было, есть и будет компания «АвтоСтронг».